Дамы и господа, сегодня хотел бы немного более подробно рассказать вам о камере, о своих впечатлениях Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Сегодня поговорим о том, какими камерами он обладает, какие у них параметры, для каких вариантов съемки подойдут эти камеры. И поговорим о том, что делать, если у вас прям серьезные такие претензии к камере, вы хотите снимать прям вот безупречные снимки. Ну что ж, начнем с того, что у меня стоит новая, самая новая версия операционной системы. Мы заходим в обновление, видим, что на данный момент обновление недоступное 10.2.2. Может быть со временем, когда вы смотрите это видео, появится новая версия прошивки и будет все более весело. Но пока что то, что имеем, то и показываю. Заходим в камеру, это самая новая, я повторяюсь, версия прошивки. Заходим, например, в видео, заходим в настройки. Как вы видите, интерфейс работает очень шустро. Заходим в настройки качества видео и видим, что здесь у нас только Full HD 30 кадров. Нету 60 кадров при Full HD, нету 4K. Так что можете сразу, если вы снимаете в 4K, не рассматривать этот смартфон к покупке. Если любите плавную картинку, Full HD 60 кадров здесь нет, не рассматривайте его сейчас к покупке. Может быть со временем добавят, но понятия не имею, когда. Также есть отдельная опция сохранения на SD-карту. Очень классная опция, позволяет вам беречь место. Если вдруг вы купили смартфон на 3.32 и встроенный накопитель у вас небольшой, забился, например, или готов забиться. Ставите эту галочку, ставите туда карту памяти в смартфон и у вас все фото и видео будут сохраняться на вашу карту памяти. Удобно, быстро, при этом никаких глюков, лагов. Если вдруг у вас карточка некачественная, то тогда могут быть проблемы. Если карточка качественная, хорошая, никаких проблем у вас с ней не будет. То же самое относится и к другим приложениям, не только к камере. Некоторые приложения поддерживают полностью передачу данных на карту памяти и не забивают внутреннюю память смартфона. Также там на карточке можно хранить фильмы, музыку и так далее. Теперь по поводу качества фото и видео. Я примеры сюда приложу в это видео, но все равно это все как бы вы смотрите через экран вашего мобильного устройства, ноутбука. И понятное дело, что понять максимально качество вы не сможете. По поводу разрешения. Фотки, благодаря тому, что здесь у нас двойная камера, один модуль у нас имеет 12 мегапикселей, второй модуль имеет 5 мегапикселей. Благодаря этому, еще и тут апертура у нас 1.9 и 2.2 соответственно, благодаря этому у нас получаются хорошие снимки. При том, что здесь еще Dual Pixel Auto Focus, который позволяет быстро фокусироваться. Итак, чтобы вы понимали, о чем идет речь, вот посмотрите. Оп, 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 оп. Фокус просто моментальный, при том, что он не задумывается, он не прыгает туда-сюда. То есть фокус идеальный для мобильного устройства, бюджетного. Я считаю, что это более чем. То же самое относится и к видео. Ну, для того, чтобы не быть голословным, тоже давайте переведу в режим видео. Вот, посмотрите. Просто моментальный, при том, что я держу его практически вот вблизи. Тут уже идет расфокус. Вот это у нас идет минимальное фокусное расстояние. Вот, посмотрите. Моментально. Это видно даже вот по смартфону. Посмотрите. Челк, щелк, щелк, щелк. Поэтому здесь с автофокусом вообще никаких проблем. Отрабатывает четко. Еще что понравилось, это то, что даже в условиях таких пасмурных, в условиях низкого освещения смартфон показывает неплохие результаты. Да, это не зеркалка, это не флагман, я понимаю. Но для бюджетника это более чем. Любите селфи? Да без проблем. Здесь, кстати, двойной модуль. Ну, как бы оправданно это монобровь. Один модуль имеет 20 мегапикселей, второй 2 мегапикселя. Ну и апертура 2 и 2,2 соответственно. Насколько я знаю, здесь у нас уже нет дуал пикселя автофокуса. Но, несмотря на это, снимки получаются крайне интересные. Сейчас, конечно, вы это не увидите, если я просто переведу камеру. Я приложу обязательно сюда примеры видео, и вы сможете сами оценить качество и видео, и фото, снятое на селфи-камеру. По поводу HDR, он здесь также есть, он также отрабатывает отлично. HDR у нас доступен отдельным пунктом меню. Кстати, камера уже оснащена искусственным, так сказать, интеллектом. Вот так вот у нас включается HDR. Есть несколько режимов, автоматический, включенный и отключенный. Включаем его. И, чтобы понять, насколько HDR хорош, делаем фото. Убираем HDR. Делаем фото. И сравним эти два снимка. Ну, чтобы не быть голословным, это HDR. Это не HDR. Видно, что здесь у нас получился более светлый участок, здесь более темный. Я сюда все равно приложу фото, и вы сами увидите, что HDR действительно отрабатывает отлично. По поводу HDR, он отрабатывает хорошо даже в тех сценах, где, в общем-то, плохое освещение. И, как мне показалось, HDR хорошо работает с памятью внутренней. То есть, сама камера достаточно быстро сохраняет снимки. Нет такого, что ты сделал фотку в HDR и ждешь полдня, пока она сохранится, точнее, обработается, потом сохранится. Здесь все довольно на высоком уровне. Может быть, потом когда-то это «исправят» и сделают все хуже, как это иногда бывает. Но, в целом, пока все отлично. Из косяков я назвал, да, что нет 4К и 60 кадров при Full HD. Но, в целом, в плане фото-видео, это годный аппарат. Покажу, как он снимает. Здесь в конце я приложу еще отдельно фото и видео. По поводу звука. Пишет нормально. Не скажу, что это прям что-то сверхъестественное. Если есть, что добавить, пишите в комментариях. Ну, вот такие вот у меня мысли. Это не камерафон, но при том, что он стоит небольших денег, он уделывает многие бюджетники по камерам. Спасибо за внимание. Кому интересно, заказывал, кстати, смартфон в Китае. Ссылка на него в описании, там же ссылка на кэшбэк, чтобы вы могли сэкономить. Если есть, что добавить или какие-то вопросы, welcome в комментарии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Здорово. Здорово. Как дела? Ну, рассказывай, как жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует...